Увлечение сложилось за счет планируемой дополнительной дотации на поддержку мер по обеспечению. В областной думе внеочередное 37 заседание. В повестке больше десятка вопросов. Начали с регионального бюджета. Парламентариям чиновники доложили, правительственные расходы даже меньше положенного. Доходы областного бюджета сократились за счет корректировки федеральных средств в общей сумме 447,8 миллионов рублей. В том числе на поддержку малого и среднего предпринимательства 250 миллионов рублей. На возмещение части затрат на оплату процентов по инвестиционным кредитам в ВПК 22 миллиона. На оплату ЖКХ 13,2 миллиона. Рассматриваю вопрос дополнительных средств бюджета в сумме 1,2 миллиарда миллионов. Эти деньги бесспорно направлены в основном на развитие социалков. Это повышение заработной платы в здравоохранении, это приобретение в здравоохранении автомобилей скорой помощи, на повышение заработной платы в других отраслях. Слово «гибель» вступает в логику семантического противоречия со словосочетаниями развития традиций и утверждения ценностей. Об этом закон. Говорили депутаты и о памятных датах Саратовской области. Коммунисты предложили утвердить день гибели региональной промышленности. Причем отмечать его каждый год в сентябре. Их коллеги такую идею не поддержали. А смотрите, как их задевает. Правда, глаза околит. Вот коммунисты не могут даже выдержать то, что им высказывают, как только начинаешь говорить. Споры длились полчаса. Затем дошло до обвинений. Когда депутаты предложили закрыть тему, авторы закона решили всех перекричать. Для этого использовали мегафон. Слушать крики коммунистов остальные их коллеги не стали. И просто покинули зал заседаний. Хранк. Депутаты про данный вопрос прекращены. Вот смотрите, ваша реклама, в который мы только что приняли. Вот он, ваша реклама. У нас в этом году два юбилея. 90 лет заводу силикатного кирпича, он прекрасно работает. 60 лет началу индустриального домостроения в Саратовской области, это завод КПД-2, и он тоже прекрасно работает. Все прошли модернизацию, все прошли тяжелые 90-е годы. Все менеджеры и собственники, которые хотели работать, они работают. Те, кто хотел работать только на себя, а не на коллектив, их, конечно, не стало. И это не вина власти. В итоге предложенный закон все же отменили. Голосовать парламентарии за него не стали. 21 сентября будущего года так и останется обычным рабочим понедельником. Роман Базан, Олег Бирюков, Саратов, 24.